Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 135. Если женщина разведена с мужем, но живут в одной квартире, то как ей относиться к нему? Ответ Игнатия Лапкина. В Польше придумали так, читал в газете. «Подавшим на развод жить несколько дней в одной комнате-камере, где одна кровать, одна ложка, одна чашка и т.д. Как правило, через 2-3 дня они свое заявление о разводе забирают обратно. Если развод связан с изменой, Матфея 19 глава, то она имеет право развестись. Но предпочтительней, если она простит ему», — говорит Василий Великий. «А если простила, то никогда не напоминай и не упрекай». Других причин развода для христиан не существует. 1 Коринфянам, 7 глава, 15 стих. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. А если разведется, то доколе он не умрет, она не имеет права выходить замуж». 1 Коринфянам, 7 глава, 39 стих. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Сегодня церковь поступает по-другому. Если они не были венчаны, то они и не были никогда с законным мужем и женой, а жили в блуде. Церковь ныне не признает никаких браков, кроме церковных. Библия так не учит. 1 Коринфянам, 7 глава, 14 стих. «Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Неверующая половина освящается верующей через просвещение, «И они называются мужем и женой, и ясно, что они не венчаны. Если разведенные остались жить в одной комнате, то ничего, кроме унижения и страдания одной из сторон, не будет. Богу нашему слава во веки веков. Аминь». То есть это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова